Через полтора месяца жирафенок Радуга покинет Красноярский зоопарк. Ее решено продать в Нижний Новгород. Но пока у жителей края есть возможность посмотреть и пообщаться с малышкой. В вольере у Радуги уже появилась клетка, в которой она поедет в Нижний Новгород. Пока жираф к контейнеру не подходит. Говорят, что боится. Родилась Радуга 19 октября прошлого года. 9 месяцев ее выращивали в Красноярском зоопарке. Это первый жираф, который родился, вырос, а главное выжил в Сибири. Теперь у наших специалистов есть бесценный опыт в разведении африканских животных. Но самое главное, к малышке уже все успели привязаться. Правда, иногда, говорят сотрудники зоопарка, она показывает свой упрямый характер. А именно отказывается ей траву, пока ее не напоят молоком. Причем делать это могут только особенные люди. С посторонних рук кушать не будет. Утром на работу идем, вперед бежит, встречает нас. Провожает по всему периметру вольера летнего. И ждет, когда мы ее утром покормим. Больше, наверное, морально было тяжело, что такая ответственность большая. Не только перед нашим зоопарком, а перед всей Россией, перед всеми зоопарками мира. Жирафы очень быстро растут. И пока радугу можно безболезненно перевезти в зоопарк Лимпопо, что в Нижнем Новгороде. Именно туда ее удалось продать за 2 миллиона рублей. Деньги пойдут на развитие и содержание Красноярского парка флоры и фауны. Но специалисты говорят, что вольер пустовать не будет. И скоро ждут пополнения. Мы допускаем, что в ближайшей перспективе появится еще один жирафик от очередной самки. Есть прогноз, что и принцесса мама радуги тоже оплодотворилась и сейчас на ранней стадии беременности. Наш жирафник, в общем, по опыту содержания жирафа, оптимально рассчитан на 3 экземпляра животных. То есть самец и две самки. Радуга является дочерью самца Бетерека. И раздельное их содержание, а его нужно будет применять уже буквально через 7-8 месяцев отделять, чтобы не произошло покрытие самцом. И допускать родственного разведения мы категорически не хотим. Парки Роев Ручей – это не первый опыт продажи или обмена животных. Белый медведь, командор Седов, в 2013 году на время переехал в другой зоопарк. Сейчас он живет в Геленджике. Отдали его туда для получения потомства. Специалисты пообещали, что через три года Мишка вернется в Красноярск. Ну а посмотреть на маленькую радугу еще можно. Зоопарк открыт ежедневно. Екатерина Погорелова, Алексей Овсянников. Новости.